Друзья, всем привет! С вами Олег Сергеев и сегодня время нашего традиционного обзора. Сегодня в качестве темы я предлагаю рассмотреть тему, касающуюся ETF. Это очень популярная и актуальная тема ввиду последних новостей, поэтому сегодня мы рассмотрим детально, что же такое ETF, в чем его смысл и какова вероятность того, что если запустят ETF, будет рост рынка криптовалют. Поэтому, кому интересно, давайте начинать. Итак, что же такое ETF? ETF – это аббревиатура от английских слов Exchange Traded Fund, то есть торгуемый на бирже фонд. Еще можно сказать биржевой инвестиционный фонд. Соответственно, ETF представляет собой портфель акций или активов из товаров, сырья, облигаций, валюты. Чаще всего этот портфель повторяет какой-либо биржевой индекс, к примеру, S&P 500. Акции самого ETF обращаются на бирже. Структура ETF полностью повторяет структуру выбранного базового индекса. Ценность же акций ETF соответствует динамике выбранного индекса, который лежит в основе фонда. Напомню, что акции ETF инвестор покупает на бирже, так же, как и стандартные акции. Первый ETF обычно отслеживали только индексы широкого рынка. К примеру, первый американский ETF был создан в 1993 году и следовал за индексом S&P 500. Кто не знает, это самый большой, самый крупный индекс американского фондового рынка, который своей динамикой отражает ситуацию, в целом экономическую ситуацию в Америке. Он торгуется под тикером SPY. Трейдеры его еще, шутя, называли в свое время спайдер или паук. На данный же момент существует там порядка 5000 торгуемых на бирже фондов. И сейчас они отслеживают не только индексы широкого рынка, а и конкретные отрасли экономики, инструменты с фиксированной доходностью, глобальные инвестиции, сырьевые товары и валюты. Давайте на примере посмотрим, что имеется в виду под словами того, что ценность акций ETF соответствует динамике выбранного индекса. Итак, сейчас выберем акции ETF на золото, о котором мы еще позже чуть-чуть поговорим. Так, вот это вот, сейчас уберу все индикаторы, чтобы было наглядно видно. Вот это вот акции, видите, вот 115, текущая цена акции, 115.85. То есть я сейчас выбрал акции ETF на золото, одного из самого крупного, в принципе, ETF в мире. И сейчас мы с вами сравним динамику данных акций ETF на золото непосредственно с ценовой динамикой золота. Вот, как вы видите, да, вот красная, как раз, красная линия, это линия, которая полностью совпадает с динамикой акций ETF. То есть вы видите, что движения идентичны. Поэтому вот как раз ценность акций ETF полностью копирует, полностью дублирует тот базовый актив, который лежит в его основе. На данный момент существует, так я уже говорил, более 5000 ETF. В интернете очень много информации. Можно ознакомиться с крупнейшей, скажем так, пятеркой компанией, которая владеет ETF. Ну вот, то, что та компания, которая была первая, State Street Global Advisors, вот есть, вот их ETF и как раз являются самыми крупнейшими в мире. Как правило, создавать ETF могут только самые крупные управляющие компании, которые имеют большой опыт инвестиций в индексы. Данные компании создают спрос, привлекая институциональных и мелких инвесторов к покупке акций нового ETF. Соответственно, для того, чтобы создать ETF в Америке, управляющая компания должна представить в комиссию по ценным бумагам и биржам, СЭК, детальный план. И этот план должен описывать набор процедур и структуру самого ETF. Ну и теперь вернемся к теме криптовалют. На прошлой неделе у нас очень часто возникали новости, касаемо запросов в СЭК по поводу разрешения и запуска ETF на биткоин. Что мы имеем на данный момент? Ну, в первую очередь, это то, что комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила уже вторую, получается, заявку братьев Уинклвоз на открытие биткоин-ETF. Больше года назад они получили первый отказ. Вот уже как раз на днях, в пятницу, по-моему, это был второй отказ. Мотивация со стороны СЭК была следующая. Это то, что они поддали сомнению, что биткоин устойчив к манипуляции и указали на то, что есть ряд критических моментов, касающихся защиты инвесторов и мошенничества. Помимо заявки братьев Уинклвоз, в СЭК на рассмотрении сейчас находятся, по-моему, три заявки от различных организаций. На данный момент в СЭК находится на рассмотрении заявка на открытие ETF на биткоин, подана инвестиционным управляющим OneX совместно с компанией SolidX. Также заявка от компании Bitwise Asset Management, также управляющей компанией CBOE. Кто помнит, CBOE тоже подавала заявку на запуск биткоин-ETF. Так вот, по заявке CBOE СЭК должна принять решение 10 августа. Таким образом, у нас появляется первая знаковая дата 10 августа. И все новости, касаемые этой даты, нас будут в первую очередь интересовать. Каким образом запуск ETF должен отразиться на рынке криптовалют? Ну, соответственно, в последнее время, я думаю, многим из наших зрителей и подписчиков встречались картинки подобного плана. Когда идет, скажем так, сравнение динамики золота и динамики биткоина. И как раз в сравнении показан момент запуска ETF на золото, и какой у нас потом был рост, и текущую ситуацию по биткоину. Более того, можно даже увидеть, насколько те специалисты, которые подбирают эти рисунки, они прямо отображают такую вот симметричную динамику золота и совместно с динамикой биткоина. Данная инфографика имеет место быть, так как, в принципе, закономерно, что если данное решение будет одобрено, то в теории это не может не отразиться положительным образом на динамике биткоина. И вот почему. Все исходит из такого основного, одного из основных достоинств, в принципе, ETF. Так как уже есть фьючерсы на биткоин, и, соответственно, институциональные инвесторы имеют возможность инвестировать в биткоин, покупать, либо его продавать. Но в чем же достоинство ETF? Достоинство ETF заключается в так называемой бюджетности, потому что инвестору никто не может запретить купить больше, чем одну акцию биржевого фонда. В отличие от фьючерса, потому что по фьючерсу гарантийное обеспечение очень большое. Не помню, на какой именно точно бирже, это может быть отличие между CME и CBE, это либо 1 биткоин, либо где-то 5 биткоинов. По-моему, на CME это 5 биткоинов, а CBE это 1 биткоин. То есть это довольно-таки для розничного инвестора такая немаленькая сумма. А вот, соответственно, ETF позволит уменьшить порог входа в инвестиции для биткоин, и можно будет купить одну акцию, которая будет стоить намного дешевле. Таким образом, запуск ETF привлечет внимание розничных инвесторов, которые пока остерегаются инвестиции в рынок криптовалют, и решение SEC для них будет определяющим в данном моменте. Соответственно, по мнению многих экспертов, все-таки если какой-то из управляющих компаний удастся зарегистрировать биткоин ETF, а я думаю, все-таки CBE это будет первая компания, которой удастся это сделать, то криптовалютный рынок будет наблюдать приток капитала от розничных инвесторов под той логикой, о которой мы говорили. И это будет, соответственно, способствовать повышению цены и объемов на основные криптовалюты. Это также будет вызвано тем, что биржевому фонду или нескольким фондам, которые смогут легально действовать, им необходимо будет закупить большое количество криптовалюты, чтобы полностью покрыть возможные обязательства перед инвесторами. Поэтому по аналогии с периодом, когда активно обсуждался запуск фьючерсов на биткоин, для нас будет иметь очень большое значение не сама дата запуска ETF на биткоин, а вот как раз самое положительное решение. И после этого положительного решения мы будем наблюдать такое положительное, позитивное ралли по биткоину. Вот это то, на что нужно обращать внимание. Первая у нас такая точка счета – это 10 августа. И возможное положительное решение на заявку от CBOE как раз станет тем драйвером, который будет способствовать росту на биткоин. По большому счету, это основная информация, о которой я хотел вам рассказать. Надеюсь, рассказал плюс-минус понятно и доходчиво. В любом случае, запуск ETF на биткоин он будет способствовать тому, что рынок криптовалют все больше и больше будет похож на традиционный финансовый рынок. И с этим придет и ликвидность, и возможность более спокойно торговать на этом рынке, с учетом того, что волатильность снизится. Ну и в конце я хотел бы призвать наших зрителей обратить внимание на наш телеграм-канал TSI Channel и подписаться на него, если вы не хотите пропускать наши следующие видео, видеообзоры. Помимо этого, наша команда сейчас активно постит очень интересный контент, касаемый рынка криптовалют. Это может быть как и познавательный контент, так и контент развлекательного плана. Все необходимое для того, чтобы вы могли получать всестороннюю информацию по рынке криптовалют и всегда находились в тонусе. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Всего хорошего.